Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль BMW X3 2016 года выпуска с двигателем 2 литра, полный привод, автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние тормозные колодки. Поднимаем автомобиль, снимаем от задних колеса и через компьютер разводим суппорта. Подцепили компьютер к автомобилю через провод. И разводим колодки. Синхронизировали с автомобилем, выбрали тормозную систему, нажимаем развести. Разводится суппорта. Теперь после этого можно снимать и производить замену. Берем ключ на 13 и ключ на 15. На 15 мы держим направляющие, а на 13 откручиваем два задних балка. Так же и нижний болт. С этой стороны, с правой задней стороны у нас установлен датчик износа тормозных колодок. Его мы тоже заменим. Снимаем цилиндр. Снимаем цилиндр. Не повредив его, он у нас не срезанный, то мы его оставим. Колодки изношены практически полностью. Берем отвертку. Снимаем. И снимаем датчик. И снимаем датчик. Стоит он на пружинке. Вот она пружинка. Берем струбцину и сдавливаем тормозной цилиндр Вот видно хорошо, что тормозной цилиндр у нас без усилия спокойно ушел Проверяем направляющие Направляющие обе мягко и смазаны Пробег у автомобиля небольшой, поэтому направляющие Мы не лезем и ничего там не делаем Снимаем противоскриптные пружины Они в комплекте идут новые, мы их установим Колодки мы будем использовать оригинальные БМВ номер 34 21 67 96 741 Это задние колодки Колодка здесь есть внутренняя и наружная Они разные Также в комплекте идет вот такой комплект противоскриптных пружин и болтов Это вот наружная колодка Это внутренняя колодка Она закрыта Открываем пластины И устанавливаем их И так же сверху Устанавливаем наружную колодку И устанавливаем внутреннюю колодку Но сейчас мы решим вопрос с датчиком Меняем мы его или нет Так, еще у нас есть вот такая паста БМВ Насколько мы разобрались Это у нас для торцов тормозных колодок Которые ходят в противоскриптных пластинах Номер ее 83 192 158 851 Трехграммовая упаковка Открываем Снимаем колодку И мажем вот эти торцы 3 грамма Это немного Но на 4 колодки нам хватит Может быть я Что-то неправильно понимаю Но если кто-то владеет другой информацией Поделитесь в комментариях Также внутреннюю колодку Берем новый датчик тормозной Тоже BMW 34 35 67 90 304 Вот такой вот датчик идет Сейчас мы его вставим в колодку А потом мы уже его проведем через суппорт И подключим Вставляется он Вот в этот Паз До защелки Защелкивается И теперь вставляем колодочку на место Берем два новых болта Проводим проводку через суппорт И устанавливаем суппорт на место Наживляем болты Держим ключом И затягиваем И затягиваем Теперь Разъединяем все разъемы Вернее не разъемы А крепление проводки На цапфе На рычаге И вот здесь у нас находится коробочка Снизу отщелкиваем две защелочки Я их открыл И вот здесь находится штекер Разъема Достаем этот штекер Нажимаем фиксатор И разъединяем его Вот мы отключили старый датчик Проводим новый И соединяем его С разъемом До защелкивания Вставляем В паз В котором он здесь стоит Сейчас попробуем подсветить Показать Вот так вот И защелкиваем крышку Все Провод установили Защелкнули Крышку закрыли Но здесь на проводе У нас резинка Сдвинута На 4 сантиметра ниже Она припаяна Поэтому Оставляем и так Здесь движения никакого нету Колебаний нету Хотя колебания есть Рычаг будет двигаться Мы сейчас закрепим Капроновым хомутиком Вот так вот мы закрепили провод Чтоб он у нас не двигался Все Колодки тормозные Заменили Суппорт закрутили Датчик поставили Со второй стороны Я тоже сделал Теперь заходим В сервисный режим И сводим колодки Сейчас он Заработают моторы Второй человек пошел В автомобиль Включил зажигание Нажал тормоз И нажимает Кнопку ручного тормоза Моторы затянулись Это такие условия Разведения колодок На этой программе Через мою программу Это делается через ОБД разъем Было интересно Как работает это Но не знаю Там у меня Прошивка старая Решили на этом году Не использовать На этом все Замену тормозных колодок Мы произвели Устанавливаем на место Колеса Всего вам доброго